Не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Сегодня горожане, пришедшие на прием в городской Акимат, не смогли попасть ни внутрь здания, ни даже к нему приблизиться. По периметру площадь была заблокирована полицейскими. На месте оказался наш корреспондент. Около 10 утра к Акимату с мигалками и сиренами стали съезжаться спецмашины. Отряд полицейских с автоматами отцепил здание. Людям не давали даже приблизиться к площади, а все случайно попавшие в зону оцепления спешно выдворялись. Сирены, мигалки повсюду разгоняли пешеходов и не давали проезда машинам. Среди людей возникла паника и неразбериха. Что происходило, выяснить было невозможно. Даже работники скорой, дежурившие у Акимата, не могли разъяснить, что же происходит. Нам сказали дежурить и все. Поэтому мы... И давно вы со скольки дежурите? Ну мы как бы уже... 10-10. С 10-10, а до скольки не сказали? Да, не сказали. А что происходит? Можете сказать? Оцепили, ничего не могу сказать. Куда вы? Уважаемый. Идя туда. С той стороны переходите дорогу. С той стороны. А что-то случилось? Я ничего не могу сказать вам. Попозже наш руководитель придет, у них узнаете. Хорошо? А можете подальше встать? Людям не давали пройти по привычным маршрутам. Пользоваться пешеходным переходом было нельзя. Из-за этого все вынуждены были искать обходные пути. У Акимата стали собираться люди, которые должны были попасть сегодня на прием. Им без объяснений преграждали путь. Не пускают в Акимат. Оцепление говорит. Документы хотела сдать на квартиру. А что случилось? Не знаю даже. Ничего не говорят. Оцепление и все. Ну что за издевательство такое над людьми? Сама из Шахтинска приехала сюда для того, чтобы маму привезти в ЖКХ. Нас не пускают. Женщина у меня, вот 79 лет, мама, минус 20 зрения. Я не знаю, что нам делать. Объявлений нигде нет. Нас не пускают. Куда мне ее теперь обратно везти? С Пришахтинска. Конечно, расстроились издалека. А сегодня день приема какой-то? Да. Сегодня как раз по земельным делам. У меня инвалидов, коровок в кармане. Я еле хожу. И что теперь, назад ехать нам? Я не знаю, что теперь делать. В Акимат не могли попасть и припозднившиеся работники. Да и просто жители не имели возможности добраться домой. Нет, а работы тоже нельзя. Я в Акимат работаю? Да, я понимаю, что я работаю. Вы работник Акимата? Нет. Просто я иду в поликлинике, у нее давление, у меня инсулин кого-то. А вы где живете? Да вот, бульвар Мира 41. Как стало известно только позже, в Караганде проходили учения по пресечению актов терроризма и ликвидации его последствий. Правоохранительные органы попросили жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Цель мероприятия – проверка готовности сил и средств карагандинского оперативного штаба. Учение было максимально приближено к боевым условиям. С различными элементами сложности и проходило во многих частях города. Ирина Вобещевич, Арман Бектубаев, Владимир Иванюк, 5 канал.